Не санкции помогут, поможет каждый человек, который осознает себя, что он что-то обязан сделать для своей страны. Обязан, но это внутренне, никто его так с палочкой не скажет, что тут делай, делай. Нет, он сам. Почему с Юрием мне было интересно разговаривать? Потому что он сам почувствовал, что он может что-то сделать для страны. Может, в производстве, в мультфильме, в книжке для детей и так далее. Кто сколько сможет сделать. Поэтому я создала, я являюсь продюсером сайта «Дело народа.ру». Это молодой сайт. В чем его принцип? Вот вы где-то захотели, предположим, снять фильм. Находитесь вы вот здесь. И думаете, нет, а камера-то у меня вот в том городе все. Он говорит, нет, нет, вот дядя Ваня вот с камерой вот здесь. Обратитесь к нему. Вы хотите посеять вот это поле и знаете, что трактор вы можете достать только в другом городе. Нет, нет, трактор вот, вот здесь. То есть «Дело народа.ру» связать всех людей с производством. С чего? Картошечки, я не знаю, фильмы, новые книги, фестивали для музыкантов. Связать. Делателей. Кто способен делать. Не эксплуатировать старое, да, не наживаться на уже, а делать новое. Производить новое. Вот я счастлива, что я, например, горжусь не тем, что я там заслуженная артистка всех, а то, что у меня золотой перо Руси, который мне Распутин вручил. Потому что все сценарии к своим фильмам я написала сама. У меня бабушка Сибирячка, писательница, она в 13 лет мне пишущую машинку подарила. И я стала писать. Даже если я не смогу снимать, я буду продолжать писать. Понимаете? То есть вот творчество человека, его, собственно говоря, прикрыть сложно. Мы будем работать. А так как я верю в бессмертие, то я думаю, что мы ответственны только за одно, за свои помыслы.